Ну, давайте начнем сырье, производственный процесс, склад готовых продуктов. Все вот это мы должны производить. Да, это будущая продукта, которая будет производиться в белой жести. Республика Беларусь системно потребляет белую жесть в пределах 30-31 тысяча тонн. Здесь мы производим. Должны производить 150 тысяч тонн белой жести. Ну, все надо. Все это надо. Абсолютно верно. Тут три основных направления, в общем, показываем. Пищевая продукция, косметология и нефтянка, это упаковка. А вот эта сама фишка, это вот сам тонкая жесть, которая может делать этот залог. И в этом наше преимущество, что мы можем делать самую тонкую на постсоветском пространстве. Сырьем является горячекартный отравленный металл, очищенный от Акалина. Короче, мы убедили, что все это надо. Это импортозамещение. Прямое. И этот минимум 35 тысяч тонн мы можем употреблять только в рубрике Беларусь. В принципе, весь завод под одной крышей. Вся технология. У нас перспектива вторая очередь. Вся инфраструктура есть. Тут надо будет поставить несколько единиц оборудования, и мы увеличим практически мощность до 240 тысяч тонн. А мы продадим? Продадим. Несмотря на то, что Европа отказалась, но мы понимаем, куда это можно продать. Идеальное предприятие превратили в банкрот. Какой он банкрот? У нас предприятий таких нет. Это суперпредприятие. Тут просто надо засучить рукава и производить продукцию, избывать. Выход на производственную мощность 150 тысяч. Когда вы выйдете на субсию? Планом 150 тысяч мы выйдем в 24-м году. Но они должны были уже выходить на проигрыш. У них опоздание идет на два с половиной года. Так скажи, что мы провалили тот план и сделали новый. Тот план уже давно провален, правильно сказали. Поэтому завод... Ну так я и говорю. Вы мне скажите, что вы построили этот завод, и те планы были провалены. Сейчас вы создали новый план. Совершенно верно. Директора не назначили, но план создали. Ну, Александр Григорьевич, мы идем осознанно по этому пути, потому что... Значит, чтобы в течение недели здесь был завод с директором. Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор, он будет заниматься кризисом. И надо прекратить всю эту болтавлю. Александр Григорьевич, здесь мы находимся в одном складе. Это и есть наше сырье. Горячикаторный рудон. Это та же... 6, сколько надо? Да, 2 миллиметра. Мы можем катать двойку, тройку, 3,5. Здесь мы находимся вот эти модели, которые как раз-таки сверху показывают технологию нашего завода. Мы находимся в этой точке. Как раз-таки здесь склад горячикаторных рулонов. Рулоны горячикаторные толщиной 2 миллиметра. Мы выдаем в стан. Разматывается. И, проходя через рабочие полки диаметром 300 миллиметров, приводные, под нагрузкой 1200 тонн, мы превращаем из этого рулона в такую же форму геометрическую, только делаем другую толщину. В этом рулоне у нас 1 километр 200 метров ориентировочно. На выходе мы получаем визуально такой, но уже больше 12 километров. Металл, который прокатан на стане, получил свою толщину конечную, поступает через передачу, на следующий агрегат. Это агрегат обезжиривания. То есть металл, который мы прокатали тонкий, длинный, имеет поверхностные загрязнения, масляные, механические. Задавая на этот агрегат, мы производим очистку. Отчистили, и дальше следующая у нас процедура, это рекристаллизационный отжиг. То есть здесь меняется структура металла, повышается твердо стекутность. Следующая процедура у нас, это второй стан, прокатно-дрессировочный. Здесь у нас есть следующая процедура. Либо мы делаем прокатку с минимальными обжатиями, это дрессировка, либо делаем повторную прокатку, когда здесь можем достичь той самой минимальной толщины, которая 0,1 мм. И то, что вот вы трогали руками там у нас в саде, это и есть достигнута на этом стане. И это мы считаем мировой рекорд, который мы сделали. Продукция после дрессировочного стана называется «Черная жесть». Она является подкатом для следующего, самого главного нашего агрегата – лужения. Металл через задающие тележки подается на агрегат лужения. И вот как раз этот агрегант длинный и есть наше то самое, что мы занимаемся обеспечением непрерывности процесса. Я докладываю, что у тебя здесь проблемы. Какие тут у тебя проблемы? Проблемы у меня возникают именно от остановок этой гады. И я вот эти проблемы уже практически все решу. Мы здесь сами обучаем людей, чтобы у нас прекрасно... Но ты этот процесс знаешь сам? Ну так это главное. Самое главное связи сделать координацию тех технологов, которые работают на всех постах, чтобы была одна команда, одна припятка. И у нас работа обеспечивается сейчас круглые сутки. 24 на 7. С сегодняшнего дня ты никакой не там антикризисный, потому что в кризисе. Но ты сегодня полноправный директор. Ты освоил это все производство? Да. То есть тебе можно уже молодежь направлять, ты их будешь готовить. Да. Ты вот этот первый этап освоил, и проблем нет никаких. Знаешь технику, да? Знаю. Ты весь процесс видишь здесь, да? Ну, сам технологический процесс мы видим вот на этом мониторе. Сейчас, в данный момент, происходит прокатка горячей катаной колодки. Основная толстина, которую мы видим, 1,5 мм, конечной толстиной 0,224 мм. А сколько место ковальцово проходит через одну? Или так должно быть? Да. У нас 6-волковая плетка реверсивного стана, и прокатка осуществляется в 5 проходов. А, туда-сюда. Да. Утонжение происходит за 5 проходов. Вот это уже готовое производство. Это уже готовое производство. В рулон и отправляется. Есть рулон и есть пачка. В данный момент, толщина 0,17 мм. Вот из того, что мы видели на входе, вот такую мы делаем на выходе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok